ну чтож ария рума и маленький любитель покушать запасайтесь чаечком потому что эта серия будет по-настоящему интересно приятного просмотра так я предлагаю заняться тем чем я хотел заняться в прошлой серии а именно начать строительство дамбы пока мы купили здесь вот огромный участок огромную эту клеточку здесь в принципе можно нарастить гору я уже тут начал но все закончилось тем то что земля наша не бесконечно и бесконечно мы здесь выращивать не можем поэтому все вот так вот и закончилось я сейчас немножечко перезапущусь так чтобы земля была бесконечна и чтобы с этим проблем у нас не было и займемся уже непосредственно рельефу охренеть у меня три миллиона сразу ушли их не осталось мне вовсе я наградил тут вот такое вот чудо юдина я понимаю то что это слишком наверное получилось но тем не менее получилось что получилось будет это выглядит будет гораздо лучше на самом деле это сейчас выглядит потому что все это будет сглаживаться и это не будет просто гора не на ровном месте это просто будет наверное какой-нибудь склончик но я работаю над этим любом случае примерно что-то и такое получается все остальное у нас упирается только финансовый наш вопрос давайте попробуем здесь разместить нашу гидроэлектростанцию посмотрим как она будет здесь вот слишком большая высота это не проблема это не самая главная точнее наша проблема сейчас я переносу перенесу все наши вышки все я соединил тут правда мне стоило небольших усилий но тем не менее это должно сейчас работать то есть электроэнергия у нас здесь проведена и сейчас должна все это сливаться у нас канализацию до началось слив по идее вот это все должно у нас заполняться наполнение началось и можем видеть то что потоки у нас воды сменили значит мы можем здесь поставить электростанцию слишком большая высота что простите я нашел необходимую высоту но при данном раскладе мы можем видеть то что у нас генерируется всего 480 мегаватт в час 450 но это ты понимаю не полная наша мощность не полная скорость попробую сейчас изменить ландшафт наш чуть приподнять это все я нашел просто минимальную высоту на которой у нас расставится в принципе дома и она работает но это не значит что что на этой высота на в принципе будет работать в моей работы сейчас упирается в то что у нас просто не хватает на финансов на выравнивание лошанта то есть принципе у нас не хватает финансов хотя вроде как у нас по их приток очень даже большой я понял из-за чего кажись из-за того что мы достигли максимальной высоты дамбы вот она чё вот какие у нас пироги потому что можно можно видеть внизу дамба не может быть выше то есть это максимально высота дом бы хорошо мы переделаем да да это все и тогда снизим это все и думаю думаю нас должно все пойти нормально ребят вот посмотрите это вот максимальная высота на которой я могу построить здесь дамбу только что я мог ее построить и уже не могуbet на максимально высота игра мне больше в В принципе, не дает ее построить. Давайте здесь ее построим. Мне пришлось, кстати, взять кредит. Для того, что все у нас работало прекрасно. Ну, я думаю, мы его выплатим. 200 тысяч для нас не проблема. То, что я самый большой кредит взял. Сейчас посмотрим, как это все у нас работать будет. И у нас дамба начнет работать только после того, как она полностью затопится. Вся вот это вот у нас пространство. Я сомневаюсь, что за поверхность дамбы у нас что-то перейдет. Но есть такая вероятность. Также мне придется, наверное, вот эти вот все. Я всю гору, наверное, переносить ниже под вот этот уровень. Потому что выше дамба просто не строится. Осталось только подождать, когда у нас дамба полностью заполнится. Тем временем я успеваю накопить у нас финансы, чтобы отдать этот кредит. Я не знаю потом, как использовать эту дорогу. Скорее всего, я никак ее не буду использовать. Хотя, может быть, каким-нибудь образом я ее все-таки построю. Как у нас происходит так, что у нас вода вливается. Ладно, придется, наверное, еще строить здесь. Увеличивать, точнее, у нас насып. Но в любом случае придется его увеличивать. Потому что гора в таком виде меня полностью не устраивает. Ой, я вижу, у нас просадки по воде начались из-за того, что мы не собираем нигде воду. И по электричеству. Ну, по электричеству понятно, потому что я немножко подкрутил здесь бюджет. А по воде просадки начались, это очень плохо. Думаю, должно решить наши проблемы. Да, пришлось, ну, парочка, ну, как парочка. Весь район у нас снесся печально. Знаете, я вот думаю, то, что весь этот район, он снесся. Это даже хорошо. Я давно хотел заменить этот район. Сделать здесь не малую застройку. А высокую плотность застройки. Потому что дороги здесь позволяют. И я думаю, то, что это только положительно у нас влияет на нашу ситуацию, которая здесь возникла. Сначала я проведу эксперимент и построю здесь вот высокую плотность застройки. А потом узнаем, нужно ли здесь делать непосредственно то же самое. Как я говорил, в принципе, вот этот маленький райончик трогать не буду. Да и незачем. Я смотрю, наша дамба очень сильно изменила весь наш облик наших озер. То есть, вот здесь вот озера, конечно, были. Как были, так и остались. Вот здесь вот все было в воде, как мы можем помнить. А сейчас тут просто сухо. А вот эти вот ветряки, они буквально стоят у нас на земле. Но, тем не менее, продолжают работать. Так, кредит я выплачиваю замечательно. И продолжаю ждать, когда оно заполнится. Как-то оно очень медленно, я смотрю, заполняется. Наверное, все это и очень недолго и будет наполняться. Я пока здесь отключил, в принципе, нашу дамбу. И жду, когда все это наполнится. Я надеюсь, что вот этого вот количества будет хватать. Для того, чтобы она, в принципе, наполнялась. Но если нет, то будем как-то изменять это все. Офигеть, у нас мусорка заполнена. То есть, в трех утилизационных заводах не хватает. Для того, чтобы в полной мере ее освобождать. Ну, ладно, еще я построю парочку. Ничего страшного. Правда, денег у нас на это не хватает. Такое ощущение, ребят, что вода вообще не наполняется. Ты даже фиг знаешь, как посмотреть, наполняется ли она. Хотя, вроде как, она сюда текет. Почему-то, по каким-то причинам, она вот здесь вот вытекает. Ладно, я еще просто изменю ландшафт немножечко здесь вот. Да, так очень... Да, она вытекает здесь, по большей части. Ладно, сейчас сменим. Вода продолжает течь через невидимые текстуры. Да, это все просто переливается. Посмотрите, просто поток воды идет вниз. Я не понимаю, как это происходит. Ладно, давайте уменьшать. Ну-ка, посмотрим сейчас. Ладно, электричества не хватает. Это мы сейчас тебе решим. Это мы сейчас тебе дадим. По электричеству тут временное решение. Я думаю, тут отреков впоследствии не стоять не будут. Если только вот такие вот мельницы, которые будут стоять уже непосредственно в этой воде. Вроде здесь ничего больше не вытекает. И на выполнение у нас должно пойти как-то пободрее. Надеюсь, знает. В итоге у меня все четыре, они переместились вот сюда благополучным образом. Я пока не знаю, как бороться с тем, что вода у нас находится вот здесь вот еще. Но я что-нибудь с этим обязательно придумаю. И я как вижу, вода у нас полностью стекает. Если посмотреть еще у нас по водопроводу, у нас канализации, в принципе, не хватает. И, в принципе, еще одну можно здесь разместить. Если у нас дальше развиваться так будет. Все-таки мне, наверное, придется отдельно вот этому району ставить еще университет и парочку. По-любому один здесь будет университет. В принципе, здесь вот будет университет один. Давайте посмотрим вот это. Вот этот университет один, который там находится полторы тысячи. Ну, это чуть больше, чем раньше у нас здесь обучалось. Но все равно это маловато для города. Хотя у него вместимость 4 500. Я не понимаю, почему там не обучаются все возможные люди у нас. Сейчас я даже не знаю, как лучше, ребят, поступить. Я, наверное, с вами посоветуюсь об этом. Я могу. В любом случае, я вот это озеро буду совмещать с вот этим. Хотя он не факт. Я не знаю пока, как с этим озером поступить. Но я в любом случае... Дамба у нас будет высвобождать всю воду. И по вот этому каналу он будет идти сюда. Но как поступить с вот этим вот местом? Потому что вот это, в принципе, все место можно вот так вот оградить. То есть убрать это все озеро. Тогда вот этот город у нас очень сильно продолжится вот сюда вот. Я бы хотел с вами посоветоваться по этому поводу. И вы мне скажете, как лучше сделать. Делать ли все вот это вот все пространство одним? То есть я в любом случае смогу вот так вот провести канал, который будет совмещать вот это вот озеро с вот этим вот. И стоит ли мне так делать, я не знаю. Советуйте мне и скажите, как лучше. Я построил тут еще парочку у нас водосбрасывающих станций. Я думаю, у нас потребность в них пойдет на очень долго. Тем не менее, пусть они здесь будут и пусть они у нас здесь сбрасывают воду. Я хочу провести небольшой тут эксперимент. В принципе, мне тут все это сделать позволяет. Я построил тут мельницу и водонапорные башни. Я хочу посмотреть, может ли, в принципе, у нас водосброс работать чисто на водонапорных башнях и работать, то есть, вне зависимости от остальных. Как я погляжу, он может работать, но ему нужно 24 тысячи кубометров в неделю. А они вырабатывают 6. То есть нужно 4 башни для того, чтобы эта работала штука нормально. Хорошо, давайте поставим 4 башни на одну эту штуку. И, по идее, ты работаешь сейчас в полную силу. Я так тебя понимаю? Да, она, по идее, сбрасывает. То есть вон можно видеть то, что она что-то там сбрасывает. Пытается, по крайней мере. Ну, давайте, хорошо, оставим ее таким образом. Хотя, если так вот поглядеть, с такого ракурса она уровень воды вообще не меняет. И долго ли я оттуда буду ждать, ну, это еще вопрос. Я тут решил немножечко такую стеночку сделать, для того, чтобы вот это вот... Просто просмотреть, проверить, будет ли это все полностью функционировать. Эту стеночку я смогу в любой момент убрать, поэтому это не проблема. И вообще, мне интересно, наполняется ли здесь, в принципе, вода. Для того, чтобы проверить, наполняется ли здесь вода, я сделаю здесь вот небольшую отсечечку. Которая находится, ну, примерно на уровне. То есть я смогу засечь, в случае чего. И проверю это. Я вот смотрю по горе, вроде нигде ничего не вытекает. Это меня очень радует. Хотя, если посмотреть, она очень медленно, очень-очень медленно наполняется. Ладно. Оставим ее на какой-то промежуток времени. Может быть, это к чему-нибудь и доприведет. Ой, бляха, муха. А что у нас тут все творится? Что у нас везде дома посносились-то? Низкая цена земли? Парков тебе не хватает, что ли? У тебя прям под домом парк, ты что? Э, дядь. Раз у нас возникла высокая потребность во всем, то я предлагаю этим сейчас заняться. Пока все равно мы ждем, когда у нас заполнится полностью гидроэлектростанция наша. Я тут построю немножечко деловые зоны, чтобы у нас с этим проблем не возникало больше. А, вот-вот, хороший райончик. Вот этот вот райончик можно полностью отдать под университет. Будет замечательно, думаю. Вот такой вот у нас в итоге университет строится здесь. Здесь непосредственно будет также линия метро, но это я сейчас здесь строю. Я в процессе, и, конечно же, торопиться нам некуда, потому что у нас наполняется тем временем дамба наша. Кстати, она очень даже эффективно наполняется. Я посмотрю, она уже здесь наполнилась. Сейчас вот этот вот брешь надо заделывать непосредственно. Я включу ее на всякий случай, чтобы у нас никакого апокалипсиса не случилось, и все это резко не давануло вот сюда вот. Вот это весь район, я думаю, заполнять сугубо мелкой застройкой. Нет, лучше высокой плотностью застройки, чтобы здесь могли жить непосредственно. И вот этот райончик был для студентов. И у нас уже 480... 500 уже учащихся, охренеть. То есть это очень, на самом деле, востребованный университет получается в итоге. И вот это очень даже замечательно. Вот это место я специально застраиваю, потому что здесь можно разместить какой-нибудь кастомный парк, но я пока не разобрался, как это делать, если... Вот, парковая зона, я хочу создать вот этот путь будет парковой зоной. Вот городской парк. Главный вход. Окей, у нас есть один вход, я думаю, его достаточно нам хватит. Что я тут могу разместить, такого небольшого, чтобы было замечательно у нас? В принципе, я ничего небольшого разместить не могу. А вот я могу что-то разместить, я разместил. Что это такое? Парковое кафе. Не хочу, я здесь парковое кафе, не хочу. Туалет разместить, да, туалет разместить здесь неплохо. Но туалет, блин, как наш, как наш полпарка. Получается, под парк нужно очень прям большое место отводить. Ну хорошо, в следующем парке я это учту и размещу здесь прям очень большой парк. Очень не хватает на самом деле анархии, но я думаю, вот такого вот парка нам должно хватить на какое-то время. Ну, в принципе, зачем нам хватить на какое-то время? Ну, пусть здесь остается вот такой вот маленький парк. Расхода 80, но я думаю, вот с таким вот ценой билета у нас как-то будет он у нас покупаться. Покупаться? Откуда вся эта пробка, то есть из-за чего вся эта вообще с урбор начинается, то большая проблема у нас вот здесь вот, потому что по большей части на встречу к ним никто не едет. Речка свободна, хорошо. Давайте сделаем вот здесь эту шестиполосную чистую дорогу для машин. Может они как-то лучше будут это все распознавать? Все равно в одну сторону, посмотрите. Хотя вроде как пробка устаканила с помощью этого. Ну, с помощью перекрестка на круговой развязке. Я просто офигею с этого, ну ладно. Пускай это будет. Я тут немножечко выработал над трафиком. Я думаю, у нас положение в городе с этим улучшилось. Посмотрим. У нас заработала наконец-то наша дамба. Поздравляю, ребят. Сколько ты нас производишь? Ну, тысяча. Ну, грубо говоря, 900 мегаватт в час. Я думаю, это не из-за высоты, потому что у нас максимальная высота из-за скорости нашего течения. Хорошо, давайте я сейчас немножечко так же продолжил работать над лошадом, потому что у нас, пока я все это делал, прошло достаточно большой промежуток времени. Я смотрю сейчас по записи, прошло где-то около часа, пока я не занимался дамбой и занимался нашим городом. И я продолжу заниматься дамбой, улучшать ее строительство, то есть облагораживать ее. И, может быть, что-то сделаю с ее... С тем, что вот это вот пространство, короче, с этим пространством я что-то сделаю. Кстати, можем заметить, что все наше озеро вернулось к изначальному положению, потому что дамба... Ну, дамба начала работать, и это очень меня радует. Я решаю вот эту вот перегородочку потихонечку сносить, для того, чтобы не произошло никакого большого потопа. Я надеюсь, что это большого потока не вызовет то, что я сейчас делаю. Из-за буфера, который у нас есть, но я снялся вот эту перегородочку, и я очень надеюсь, что это все не перельется. Не перелилось, посмотрите на это все. Да, меня это радует. Я немножечко, возможно, переборщил, но я в итоге поставил вот такое количество водосбрасывающих наших штук, что, я думаю, позволит наши непосредственно ГЭС производить, наверное, электричество быстрее. Я их поставил большее количество, тем самым увеличил поток необходимой нам воды. Я понимаю то, что мы сейчас просядем, возможно, по деньгам, потому что количество на их содержание, то есть нужно на тысячу буквально долларов, или местные валюты для того, чтобы их содержать. Содержание электричества у нас уходит 13 тысяч, но 3 тысячи, это, считайте, вот эта вот дамба. Пустя уйму математических расчетов, я посчитал то, что одна вот эта вот гидроэлектростанция вырабатывает нам больше, чем вот эти вот все ветряки, которые нас снабжали до этого вместе взятые. Эта электростанция у нас будет не единственным источником дохода, вообще в принципе, потому что у нас доступна и есть такая волшебная штука, как атомная энергетика. Она производит примерно столько же, сколько и моя гидроэлектростанция, только уход за ней стоит в 3 раза больше. Нужно ли мне строить атомную электростанцию? Я в любом случае ее хочу построить, только потому что она очень красиво выглядит. В нашем университете в новом уже тысяча учеников, но так понимаю, так как в этом университете всего, о, кстати, тоже тысяча, так понимаю, некий предел, потому что больше обучаться здесь единоразово не может, хотя вроде как по образованию хотят здесь обучаться единоразово больше, у студентов, но они не обучают. Ладно, пускай так и все остается. Кстати, а почему бы нам не сделать вот здесь вот, вокруг университета здание с коммерцией? Это же чертовски хорошая идея, потому что студентам, я по себе знаю, необходимо всякие канцелярские магазинчики, типа магазинчики с едой, и вот маленькие магазинчики пускай здесь будут. А возле почты, где, 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 ну, зоны, вот они, зоны у нас, а возле почты я размещу зоны с высокой плотностью у нас коммерции, где будут уже необходимы всякого рода располагаться здания, которые необходимы для продвижения медицины. Почему я не назвал это почтой, я без понятия. Посмотрите на это, ребята, то есть я поставил тут несколько штук водонасосных станций, по идее некоторые из них я, в принципе, могу сносить, и по идее даже трёх должно хватить, да. Трёх хватает вполне, чтобы сдерживать напор воды, которая здесь вытекает. То есть у нас три стоят здесь станции, которые всасывают всю воду, которая текёт отсюда, соответственно, всё вот это вот пространство не наполняется водой, и оно осушено. То есть я осушил целое озеро, охуенно. Эта дамба так массивно выглядит. На удивление, посмотрите, ребят, посмотрите на это, то, что вода в нашей дамбе резко ушла. То есть её было гораздо здесь больше, но она ушла. По какой причине это случилось, я вообще ума не приложу. Это из-за того, что, скорее всего, слишком большое пространство здесь. И только из-за этого, наверное. Хорошо, я просто переделаю тогда всё это. Я не буду убирать пригор, который у меня вот здесь вот возник в процессе моего строительства. Я просто, наверное, его здесь оставлю. и построю здесь какое-нибудь маленькое городишко. То есть какую-нибудь сдачу олигархов, которые находятся вот здесь вот. Я думаю, да, это очень неплохая идея даже. И в итоге у меня получается нечто подобное. То есть вот здесь вот будут размещены дороги. Посмотрим, на самом деле, как это всё будет. Может, вообще всё это тянется, но пока финансы... Очень быстро, на самом деле, финансы уходят. Пока остаётся всё вот таким вот образом. И я вижу то, что она очень стремительно наполняется. Меня это не может не радовать. Я не пойму, почему тут почта другого цвета, хотя она везде была зелёная. Загрязнение? Да, это загрязнение. Откуда оно здесь взялось? Это из-за них? Экологические выдачные станции? Нет, вроде. Но надеюсь, что это загрязнение скоро здесь пройдёт, потому что это здесь не дело вообще. Это на самом деле, вот с такого ракурса, это выглядит как огромный вход в какой-нибудь мионастерит. Если вот так вот присмотреться, не увидеть здание, то вот это вот как врата мионастерит выглядит. Я погляжу, и у нас на самом деле выезжают не так много людей. Больше въезжают. И как так получается? То есть у нас город по факту живёт в замкнутом цикле, если не учитывать поезда. Вот и настал момент, вроде как, когда начинает наша станция работать, потому что тут что-то переливаться начало? Или это просто переливается вода из-за того, что она колышется? Нет, она не работает, это просто колышется вода. Откуда она здесь взялась? Просто перелилась, наверное, потому что здесь ещё уменьшаю, потому что она доходит, то есть вода доходит до определённого уровня, и дальше нет. Я не знаю, куда она девается на самом деле. Опа, вода начала переливаться. Хорошо, давай включаем ГГС нашу. И вода течёт. Ну что-то вытекает, что-то как-то очень неуверенно на самом деле. Давайте отключим парочку этих. Возможно, она протекает из-за того, что слишком много воды. Так, вроде как всё устаканило, всё, больше не вытекает. Аллилуйя. А нет, вытекает всё-таки. Или не вытекает? Вырабатывает она 800 мегаватт. 500. 0. 200. 300. Давай, 500. Кто больше? 500. 400. То есть вот я достиг того, что дамба у нас не вытекает, и она нормально функционирует, да? Ага. Хорошо, получается вот такое у нас небольшое озерцо. Хорошо. Смотрим, и она вырабатывает, ну, 500, 600. Минимум 500, так понимаю, 800 уже вырабатывает, 900. И это, понимаю, так волнами нахлыстывает у неё. Когда захочет, тогда выработает. Хорошо, мне это нравится. Не тот факт, что она волнами вырабатывает, а тот факт, что она вырабатывает стабильно. Как минимум, 500 она вырабатывает, 600. И дальше, дальше по плану. Посмотрим по загрязнению. Как можем понять, то, что тут есть некое загрязнение, но от него никуда не денешься. Тут есть некое загрязнение, да, это факт, от него никуда не денешься. Хорошо. Но дальше загрязнение, так понимаю, не идёт, но если идёт, оно минимальное. Решил сделать такую небольшую окантовочку здесь. К сожалению, я не могу перенести их сюда, потому что он пишет по какой-то причине слишком большая высота, но здесь сделал окантовочку, чтобы отгородить немножечко от зоны, которые здесь будут дальше в дальнейшем размещены. В итоге у нас получается нечто подобное, да? Мне вот эти вот острые углы очень не нравятся, их придётся, наверное, сглаживать и очень так эффективно сглаживать. И тем не менее, я сделал соединение. Теперь у нас официально сеть подключена к нашей электростанции. Вот эти вот ветряки, которые вот здесь вот у нас находятся, я могу официально сносить. Всё, одни ветряки мы снесли, по электричеству мы просели от слова совсем никак. Замечательно. Пробую вот эти вот ветряки снести, которые здесь у нас находятся. Я понимаю, что по электричеству сейчас у нас многие страдают, но мы буквально выставили вот таким вот образом сеть и смотрим, как у нас по щелчку пальцев потребность по электричеству пропадает. Замечательно. и по деньгам мы сначала упали, а сейчас можно посмотреть, как возрастаем. По финансам посмотрим. По электроэнергии сейчас мы потребляем пять тысяч всего, в то время как до постройки этой гидроэлектростанции мы потребляли около тринадцати. Чисто за счёт электричества. И можем видеть, что еженедельный доход у нас тоже возрос. Я вот эти вот ветряки тоже посношу и теперь у нас по идее город питается только от электростанции. У нас есть только одна электростанция. Вот это вот. Это гидроэлектростанция, да? А, нет, вру. Вру, вру, вру. У нас есть ещё вот эти вот способы получения электричества. У нас выходная мощность у них всего три мегаватта. Это вообще нет ни о чём. Но, тем не менее, за счёт того, что мы убрали эти ветряки, у нас составило потребление всего три. мегаватта. То есть три тысячи семиллионов почему-то я хочу сказать, но три тысячи у нас всего составляет электропотребление в неделю. Попробую сейчас сглазить вот эти вот углы немножечко. Ну, в итоге примерно что-то такое у меня получается. Правда, ещё не до конца придуман въезд в этот город. В общем, есть такая небольшая подложечка из этого всего. То есть небольшая такая вот уху. То есть у нас есть сама дамба, сама небольшая такая подушечка у неё, где размещена дорога непосредственно такой вот очень крутой и вкупуск. И здесь вот будут уже размещены дома с низкой плотностью застройки. По логике и по идее всей этой конструкции тут должны будут жить очень зажиточные жители, типа олигарков или прочего. Вот здесь вот будет парк небольшой, скорее всего, какой-нибудь. Тем не менее, это останется таким вот образом. также необходимо это всё соединить каким-нибудь чудным образом с непосредственно со всеми нашими дорогами. А вот это, наверное, самое сложное будет. Тут очень даже хорошо здесь мостик встал, ну ладно. Скорее всего, временный вариант, потому что только у меня откроется вот эта клетка и будет застраиваться здесь всё, то это очень быстро всё застроится виреколепнейшим образом. Я парочку также тут зданий необходимо разместить всяких парковых, парковых кафе, что тут ещё, паркового туалета, парковый инфикиоск. Ну, пока всё, что доступно, я разместил. Я надеюсь, то, что этот парк будет очень популярным в данном месте и пусть всё будет замечательно. Ну, а на этом я, пожалуй, закончу серию и строительство дамб в принципе. В итоге у нас получается вот такая вот дамба, которая встала, построилась, причём она работает полностью на канализации, которая сливается у нас в это озеро. Ну, а пока на этом я буду потихоньку заканчиваясь. Надеюсь, что вам понравилась эта серия. Я буду дальше для вас стараться и делать классные ролики. Ну, а на этом всё. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слугам Умору. Ещё услышимся. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok